Итак, недельная глава на этой неделе, это, так звучит, 17-я глава Торы, 5-я глава книги Исход, и называется она Итру. И давайте мы ее откроем, то есть все начинается с того, что здесь Моисея приходит к нему, и Моисея рассказывает, что происходило, и потом происходят известные события, когда избираются тысячи начальники, 100 начальники, 50 начальники, то есть устройство Израиля. И дальше идет, что возле горы Синай, Израиль приходит к горе Синай, они останавливаются там станом, Бог призывает Моисея, и потом дальше мы видим уже дарование Торы, дарование Писания, как мы говорим, 10 заповедей. И знаете, мне очень интересно, что эту главу я уже не первый раз, как-то так получилось, что это уже третий раз я ее комментирую. И каждый раз я затрагивал какие-то аспекты вот этой главы. Когда-то я там затронул, что рабы священники, потом я затронул о том, что как это происходило, но сегодня я хотел бы посмотреть на ту же самую главу, знаете, как с другой стороны. У монеты есть реверс и есть аверс, есть лицевая сторона и есть обратная сторона. Как бы это одна и та же монета, но когда мы смотрим с разных сторон, мы что-то видим по-другому. С одной стороны номинальная стоимость, с другой стороны принадлежность, к какому месту принадлежит эта монета. И вот представьте себе, все началось с того, что Израиль, он возопиял к Богу. И Бог ответил, да? Пришел Моисей, он послал Моисея, свершилось то, что свершилось. Но мог ли Израиль вообще представить, что его молитва будет отвечена именно таким образом? То есть, что они ожидали? Они ожидали, что Бог избавит их от рабства. Но вы видели, что происходило. Были 10 казней, была смерть первенцев, был исход, было черное море, которое раступилось перед ними, был огненный столб. То есть, целые события. Потому что Бог отвечает так, как Он этого хочет. Очень часто мы, как люди, имеем представление, что будет делать вот так, вот так и вот так. И мы говорим, Боже, я хочу вот этого, и дай мне вот это. И вдруг происходит совсем не то, что мы представляем. И мы говорим, Боже, это ли Ты? Ты ли это? Вообще-то, ну, давай-ка, да будет воля Твоя, как моя. Но на самом деле это неправильно. Написано, что Он власти. И даже 10 заповедей, они начинались очень просто. Он говорит, я Господь Бог Твой. Он говорит, не Ты мой, а Я Твой Господь. Итак, давайте мы остановимся возле горы Синай. Что же происходит возле горы Синай? Возле горы Синай происходит знаменитое событие, когда народ рабов становится народом священников. И все начинается просто. Господь говорит, подымись Моисею на гору. Моисей подымается, разговаривает, спускается и говорит, вот так. Бог сказал, если мы будем слушаться глаза Господа Бога, то исполнять Его волю, будем у Него царством священников. И весь народ сказал, да будет так. Они даже не спросили у Моисея, Моисей, а как быть священником? Что такое быть священником? Они говорят, только так, хотим быть священниками. Но почему? Я все время задаю этот вопрос. Как народ рабов мог знать, что такое священство? Ну, конечно, по еврейским традициям, по всяким там талмудическим изданиям можно подумать. Они говорят, что да, они знали, у них были тайны Ешива, они учили там Тору. Кстати, еще Торы не было, но они уже учили. Это хорошая история. Но это не будем касаться ее. Итак, получается история такая, что мы хотим быть священниками, но что такое священники, мы не знаем. Почему? Потому что они еще представляли, что священники, это в Египте кто были? Жрецы. Что они видели? Они видели почет и уважение. Они видели моментальные издания. Они видели, как к ним фараон приходил к жрецам и преклонял свои колени. Может быть, может нет. Но идея простая. Идея в том, что они имели поверхностное представление о священстве и о том, что стоит за ним. И когда им предложили вот этот такой, что будете священниками, уважаемые люди, имеющие вес в обществе, далеко не бедные. И если есть выбор между рабами и священниками, конечно, мы готовы быть священниками. Ну согласитесь, быть священником лучше, чем быть рабом. Итак, что же произошло? Народ говорит, мы хотим, мы готовы. И Бог говорит, осветитесь, не прикасайтесь определенные условия. И в третий день я сойду на гору Синай. Обведите вокруг горы, помните, да, черту, да никто не перейдет через нее, птица или там зверь, убейте его, нельзя. И там очень был интересный момент. Он сказал, ну когда раздастся призывный зов шафара, трубный звук у нас написан в синодальных переводах, что надо сделать? Идите ко мне навстречу. И вот, что происходит в наши дни. Смотрите, Писание Нового Завета говорит о том, что мы род избранный, царственное священство, народ святой, взятый Богом в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего нас, вас из тьмы в чудный свой свет. Это 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Понимаете? То есть мы тоже, оказывается, священники. Но сейчас мы порой находимся в том же состоянии, что народ Израиля, вот именно тогда. Мы сейчас находимся в том же самом положении. Потому что у каждого из нас есть свои представления, что такое священство. Кто такой священник? Какие он должен выполнять функции? Что он должен делать? Ну, я не прав? Ну, я понимаю, что мы все читаем Библию, и каждый из нас знает правильный ответ. И это Ишуа. Ну, все иногда бывает похоже на разное. Итак, и вот что происходит. Знаете, я, может быть, кого-то обижу, прежде всего себя, потому что я был таким. Иногда у нас включается такая программа священства. Я священник, и мои задачи и цели вот такие. И когда ко мне кто-то подходит, мы говорим, а я тебе ничего не должен. Я тебе ничего не должен, я Богу должен. Понимаешь? Я священник. А ты кто? Кто ты такой? Что ты мне рассказываешь, что я должен? Что, группа порядка? Какая группа порядка? Стадионы меня ждут. Что, клуб боговестников? Да ты что? Да нет, не может, это не для меня. Послушайте. Это все происходит не потому, что мы такие плохие, а потому, что у нас неправильное понимание священства. И что произошло дальше? И пришел Бог. И когда пришел Бог, реальность изменилась. И мы можем читать, что написано, что гора, она начала дымиться. Там начались звуки. И дальше мы читаем в переводе, если мы будем читать иврит, то там написано, что люди слышали, видели голос шафара. То есть я понимаю, что мы каждый день видим голос шафара. Для нас это естественное состояние. Нет. Значит, Бог пришел, и реальность изменилась. Они вошли в реальность священства. А реальность священства – это отношение с Богом. Это исполнение Его воли. И на условиях Бога, а не на условиях людей. И вот этот режим «я священник, делаю, что я хочу», он не работает. Потому что Бог говорит, вот это жертва, вот это служение мне. И если ты этого не делаешь, то это напрасный труд. Ты угождаешь себе, ты пытаешься оправдаться перед собой, передо мной. И что происходит? И вот очень часто, очень часто, когда наши вот такие вот эти представления о священстве ломаются, наше представление о том, что должно происходить, ломается, мы останавливаемся перед своим призванием и не идем дальше. Как произошло с Израилем? То есть они услышали звук, и они пошли, написано, навстречу Господу. Они подошли к горе Синай, и Бог ждал, и написано, трубный зов. Зоу Шафара становился сильнее и сильнее. Бог кричал своим детям, поднимитесь ко мне, я хочу быть с вами, я хочу дать вам что-то великое. Но народ стоял, и он боялся. Потому что его представления о священстве, о действии Бога, они не работали. Потому что они видели Египет, они видели жрецов, а здесь они начали видеть то, чего они не представляли – реальность Божьей славы. Мы часто хотим реальность Божьей славы. Мы все хотим видеть, как вокруг нас что-то происходит, мы являемся участниками чего-то. Это хорошо. Епископства желаете, хорошего дела желаете. Но! И там идут условия. Он должен делать, быть мужем одной жены, он должен делать то, он должен делать то. Есть условия. И когда мне говорят, я никому ничего не должен, кроме взаимной любви, я посоветую вам просто почитать Писание. Мы должны. Мы должны вести честную жизнь, честную и благочестивую жизнь. Мы должны быть послушны друг другу. Мы должны переносить немощи немощных. Так написано – должны, должны, должны. Да, мы не должники плоти. Простите меня, мы не должны ей. Но Господь, Господь, который дал нам ту благодать, Он заплатил за нее. И наша благодать становится дешевой. Мы начинаем думать, что это должно вот так. Ну вот так, хорошо, пусть будет так. Нет. Бог говорит – это сужение. И вы должны его делать вот так. Написано – оставить свое прошлое и войти в новое. Понимаете? Я не хочу сейчас никого, знаете, такое чувство вины. Это хорошо, когда мы смотрим, видим свои ошибки и начинаем их исправлять. Это трудно. Это очень трудно. Это ломать, ну, приходится ломать свои представления. Я вот тоже сейчас, как наши братья, учусь. И я сижу на этих уроках, и я понимаю, что 17 лет моей верующей жизни, они ломаются. Потому что у меня были представления, вот так должно быть. Вот это, оказывается, еще есть что-то такое, что не вмещает мой разум. Но я понимаю, что это соответствует Слову Божьему. И значит, это правильно. И мне нужно вместить и это в свою жизнь. Хорошо. Обо мне не будем говорить. Давайте пойдем дальше. Последние, несколько последних мыслей. Итак, что же такое... И вот мы подходим к горе Синай. Мы подходим к этой горе. Мы подходим к своему призванию. Мы говорим, Боже, я хочу быть служителем. Я хочу служить Тебе. Я хочу делать Твои дела. И Бог говорит, хорошо, давай, начинай. И вдруг в нашей жизни начинает происходить что-то непонятное. Потому что мы-то смотрим как. Вот, СНЛ посмотрели, ТБН посмотрели, Бог ТВ посмотрели. Классно. Они стоят, эти служители, красивые, умные. Они говорят красивые вещи. Они вещают. И мы хотим быть такими. Как в сказке. Раз, и поплыли корабли. Раз, и птички полетели. И мы хотим то же самое. Мы же Твои дети. Мы же такие, как и Ты. А вдруг, оказывается, есть другая сторона. Прежде стать таким служителем, надо быть послушным Богу. Надо исполнять Его волю. И надо делать то, что Он говорит, оказывается. И чтобы красиво говорить, нужно учиться. Нужно читать Писание. Нужно молиться. Нужно служить. Понимаете? То есть у всего есть цена. Не существует дешевой благодати. Даже Тору. Да, конечно, я согласен. Тору Израиль получил по благодати. Он не заслуживал ее. Но когда он ее получил, у него пришли какая-то ответственность. Исполнять ее. Не существует вещей. Вот говорят, опять же, Бог есть любовь. Это правда. И мы должны любить друг друга. Но любовь – это не сентиментальные чувства. Я люблю вас. Я вас люблю. Да, я вас люблю. Но моя жизнь должна быть проявлением действия любви. Понимаете? Мы учимся этому. И мы все растем. И знаете, из возраста в возраст. Каждый из нас. Но когда мы подходим к горе Синай, когда мы подходим к этой черте, нам нужно сделать свой шаг. Мы должны сделать шаг. Народ Израиля остановился. И Моисей пошел. А потом, помните, что произошло? Они говорили Моисею, а что мы такие же, как ты? Мы тоже хотим. Через нас тоже вот. Мы дети Авраама. Мы тоже, как ты. Но они-то не пошли в миг от Моисей. Они остались. А потом они начали искать виноватого. Они нашли его в Моисея, который был послушен Богу и пошел. Поэтому давайте мы не будем бояться идти туда, куда нам страшно. Давайте мы не будем бояться, что если кто-то скажет нам, дорогой, вынеси мусор. Извините, наши апостольские погоны не упадут. А апостолы это те, кто были посланы с определенной задачей. Они шли туда, куда они не хотели идти. Они делали то, чего порой они не хотели. Апостол Павел так говорит. И народ Израиля остановился перед Синаем и не вошел в то, что Бог дал. Бог дал Слово Своё, Бог дал обетование. И через Израиль в конечном итоге пришел Машех Израиля, Ишуа. И благодаря Его жертве мы теперь живы. Благодаря тому, что Он пришел, Он дал нам Духа Святого, Руаха Кодеш. Мы можем иметь силу противостоять греху. Мы можем изменять обстоятельства не своей силой, но его силой. Понимаете? Я вас не сильно запутал. Все очень просто. Давайте вот эта фраза, да будет воля твоя, как моя, она уйдет из нашей жизни. И когда Бог спрашивает, кого нам послать для нас, мы скажем, вот я пошли меня. И мы пойдем и сделаем. Потому что Писание говорит, покажи мне свою веру, состоящую из слов. А я покажу тебе веру, состоящую из дел. Это не популярно. Ну, что хотите. Я вас скажу, что Бог любит каждого из нас. Бог хочет, чтобы мы были успешны. Бог хочет, чтобы каждый из нас состоялся как служитель, как личность. Чтобы наши семьи росли. Чтобы мы были, ну, чтобы у нас не было печали в сердцах. Бог этого хочет. Но для этого мы должны что-то делать сами, прежде всего. И у нас есть верный источник. У нас есть Писание. У нас есть Бог. У нас есть Дух Святой. Молитва. И друг друга. Мы есть у друг друга. И мы можем служить друг другу, каждый тем даром. Если иногда брат останавливается возле этой черты, может ему надо подтолкнуть вперед. Давай, иди за мной. Я пойду первым, ты пойдешь за мной. Поэтому я вас очень прошу. Присоединяйтесь к постам. Это не просто, знаете, такие вещи, которые нужны кому-то мне, Саше, Ребе. Это нужно нам. Бог ищет вот эти жертвенные сердца. Он ищет, чтобы мы сделали шаг. И последнее. Однажды старый еврей, вот сел, ну, всю жизнь шел к Господу. И вдруг он понял, что до Бога осталось 10 шагов. А сел только на один. Он сел на землю и заплакал. И Господь спросил, почему ты плачешь? Он говорит, всю жизнь шел к тебе. Прошел тысячи километров. Осталось 10 шагов. Я, наверное, не дойду. Один шаг сделаю и умру. И Господь ему сказал, сделай один шаг. Так, остальные девять сделаю я. Поэтому делайте шаги Господу. Переступайте через черту на Синае. Поднимайтесь к Нему. И вы увидите то, о чем вы мечтали. Вы увидите то, что вы будете успешны в исполнении Его воли. А Его воля – это лучше, чем то, чего бы мы хотели иметь сами. Аминь. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин